Доброе утро, ребята! Я сегодня утром без трейлера Поехал сегодня из Старбюкена без трейлера Потому что вчера уже поставил там, куда езжу, а он бы поставил пустой Потому что забирать было нечего Я туда поставил его и обратно уже с Старбюкен поехал без трейлера Ну и заметил, что это лампочка сгорела, габариты Эти Капут Думал, пока без трейлера как раз хорошо поменять лампочку Как вы можете видеть, трубу я все-таки выбил Видите? Крыла не хватало Все, порядочек Заехал на парк плац на автобане, поэтому так шумно Сегодня с утра очень туманно Такой пустой туман, ужас Сейчас через часик должно все рассеяться и будет очень теплая погода В общем, сегодня обещали до плюс 30 градусов Так, все, порядочек Хорошо, когда все работает Хорошо, когда есть в запасе Когда инструмент есть замечательно Вышел, поменял, все, без проблем Что такое? Ага Лампочка все равно стала пок... Надо же Все равно компьютер показывает, что лампочка не горит Ладно Разберемся Сейчас, наверное, какое-то время надо зажигание держать выключены Чтобы ошибка скинулась Что-то лампочки-то все горят Все работают Пока если выключить габариты Нет, но ошибка все равно сейчас Ну понятно, понятно Ну что, издевается, что ли? Как пипец Не перестает, а? Ты что, издевается, что ли? Да, иди ты в жопу, я выключу вообще Лампочку поменяла, но мне тут мозги канифолят еще Гребаные компьютеры, блин Раньше на красе, когда работал, никаких компьютеров не было Все было нормально Не, все равно ошибку показывает А на разожигание выключить и подождать маленько Посмотрим Сейчас приеду туда, в Мерцик Посмотрим, что получится Как получится скинуть Ну нифига себе туман сегодня, е-мое Что это за хрень такая? Я поменял лампочку, она сейчас не перестает блинкать Что за фигня? Что за фигня такая? Такого мне еще не было Не знаю, что за хрень Знаете, что я проглядел Вот эти лампочки Вот здесь горело Здесь горело И на той стороне сверху не горело И вот здесь вот не горело Я что-то проглядел То, что симметрично было Там и там не горело Нижний Сейчас посмотрим Я еще пока не включал Надо сначала закрутить Все это дело Вот они две такие вот Черные лампочки Почему не обе сверху сгорели, непонятно Ну посмотрим сейчас Сейчас я эти закручу Фонари закручу Сейчас и все Так Включаем Не дай бог Сейчас опять начнет блинкать Тогда не знаю, что делать Ошибка ретарды Понятно У нас всегда была Ага Это пока не светится Выключил Ну все Слава богу Кацейтанк Что он творит Сетку порвал Бетонные плиты Какие-то выковыривает Что ли Сейчас хотел отмечаться Сейчас я посмотрел Эти мужики Которые там Работают Знаете, как всегда Один работает А все остальные смотрят Один там пилил что-то Болгарка что-то резал А другие стоят Смотрят Курят Как всегда Сейчас вроде Зашевелились Продолжение следует Непонятно, что там делают. Нет, столбик металлический хотят выговорять. Ах, пенсионер уже поехал, ну я тогда за ним. Ладно, пусть работают мужики. Мы тоже поедем поработаем маленько. Погода налаживается, туман рассеялся, прямо сейчас тепло стало хорошо. То есть лето продолжается. В этом году погода, лето очень хорошее. Все лето тепло было. Приехал тут с территорой, встал на рампу, сейчас жду пока разгрузят. А тут ребята полным ходом всю территорию тут косят. Траву косят, деревья там. Деревья, ветки отпиливают лишнее. Вон там, с правой стороны, видите, вся территория. Тоже не выкосили все. Ходят там, собирают траву сейчас. Машина так, убирают. Блин, ты должен регулировать, или что? Наверное, с фрактурой и... Ты же в ближайшее время. Да, но... Я думаю, они будут идти в Бразилии. ЛОЛ! Все раз в Бразилии. Отлично. Вон, видите, валяется все. Приходится наезжать, иначе у меня не хватит места выехать. Пока не деревья тут краешки отпиливают. Пенсионер все еще... Все еще перецепляется. Ребятки все пилят. Все никак территорию не могут почистить. Докопались они сейчас до этих деревьев. Которые на эту сторону растут. Видите, они с той стороны стоят и ветки стоят. Это же не деревья, это кусты какие-то же, по-моему. Здесь они уже подстригли. Я когда сюда проезжал, они вот здесь вот косили. Взяли такой вот большой картон. Или что у них там было. Вот так вот закрывали машину сначала. Машину закрывали. И потом косили возле нее, чтобы на машину не летело ничего. Собирают кучками. Видите, целые большие кучи здесь вот этих. Уже почти 27 градусов, а люди вон мучаются. Я сейчас с третьим рейсом. И там очень большой штаб. Где-то, наверное, где-то километров 8, наверное, штаб. Я решил поехать в объезд. Я сейчас посмотрю, насколько я быстрее доеду через... По параллельной бунде. Ну, надеюсь, в любом случае, я отсюда быстрее доеду. Потому что там забито. Нам сейчас, наверное, сейчас придется ждать. Вот здесь вот, кстати, в этом районе. Вот здесь вот, с правой стороны. Здесь у них эти... Вот, куда я собираюсь поехать видео сделать. Эти мобильные дома на колесах. Вон вагоны, видите? Вот сюда как-то собираюсь приехать, посмотреть цены. Видите, тут все полно этими штуками. На валом здесь их. Ой-ой-ой. Я надеюсь, тут сейчас тоже не будет забиты все эти улицы параллельно. На улице жарко опять. Вот так вот ездит в Германии, да? Видели? Зачем далеко бежать? Цак, по встречке и все. А вы думали, только в России ездит по встречке. Ни фига подобного. Вот, оказывается, это тоже бывает. Здесь, как бы это сказать, помягче. Район такой. Ну, это Сарпыки не самый такой бедный район, скажем так, да? Самый бедный район. Самые социальшваха, фамилия здесь живут. Отсюда, в принципе, все начинают гадать. В Германию приезжают те самые дешевые квартиры. Поэтому здесь самые бедные люди здесь живут. Ну, вы поняли, в общем. Все много безработных. Много безработных здесь живут. Иммигранты. Такой вот райончик здесь. Не скажу бандитский, но вот такой вот слабенький. Социально слабые люди, если так просто. Ну, не все, конечно, но большинство. Вот. Кстати, видите, вот с левой стороны, где машины стоят, с красными этими бумажками, наклеенными на лобовом стекле. Это машины, которые не зарегистрированы, которые стоят без номеров. Я не знаю, сколько им надо стоять. Но через какое-то определенное время за ними следят, естественно. Смотрят коммунальные службы. Если их долго не убирают, делают предупреждение в виде желтой круглой наклейки. Если машины не убирают, то потом вешают красную плакетку. И тоже через какое-то определенное время, если ничего не происходит с этой машиной, если ее никто не убирает, то машину просто-напросто на эвакуатор ее увозят куда-нибудь, не знаю куда. Ну, как без вхозного, а там уже я не знаю, что с ней происходит, куда ее девают. Может быть, ее на шрот, может быть, ее разберут. Ну, в общем, под трес тоже могут пустить. Так, ну, я чувствую, тут уже тоже начинается. Тут вот с этого выезда с автобана здесь уже машин больше появилось. Значит, тут тоже все такие же умные, как я, хотят объехать в штаб. Время уже без 23, а я еще все туда доехать не могу с последним рейсом. Сегодня очень так все затянулось и ужасно. Пипец какой-то. Не знаю, сколько я сегодня домой ходил. Там дальше еще один съезд с автобана. Сейчас там, наверное, еще больше будет машин здесь, а. Как и туда, как и обратно. Там, в общем, на автобане вот этот отбойник меняют. Там кто-то пляпался в него, сломали его, и сейчас его меняют. И с одной, со второй стороны сделали как бы в одну полосу. А сейчас как раз-то такое движение. Сейчас смены меняются, сейчас людей на работу сработают. Сейчас очень много машин сейчас ездят по автобану. Но ничего пока. Вроде проходит еще чуть-чуть. Я думал, тут будет больше забито, но ничего, нормально. Вон движется все. Не успевает, наверное, накапливаться. Тут вот с левой стороны вон под мостом стрелковый клуб. Тоже как-то туда ездили на соревнования два года назад. Готовый клуб. Автогаус Фиат. О, и давненько я здесь здесь не буду уже. И нечего здесь делать, в принципе. ФИАТ и ПИЖУ, по-моему, большие такие автосалоны. Так, тут еще километров, километров, и, наверное, можно будет выезжать на автобан. Еще раз повторюсь, это параллельная 51-я Бунда, она с правой стороны вдоль автобана идет. Ну, это почти. Это уже фельдклинген, фельдклинген. Ну, вот сюда надо. Фельдклинген включать не стал, потому что я тут местность тоже знаю. Ну, дурацкое кольцо здесь. Терпеть не могу, это кольцо. Фельдклингенологично придуманное. Хорошо, когда его знаешь, а когда не знаешь, тут запутаться можно. здесь вот с левой стороны есть автосалон Форд, тоже я все туда ездил, когда машину себе искал, но это давно уже было. Форд тоже хорошая, нравится мне машина, нормальная. Особенно Форд Мустанг. Наконец, увидел, пропустил баллель, как людям иногда долго надо соображать. Ну, вот мы и штабу и объехали пробку, вот, хорошо. А там бы мы сейчас точно час потеряли, по-любому час бы потеряли там. Туда, в сторону Сарбюлька, она еще нормально, не так долго там, минут 15 я потерял, когда туда ехал. А вот сюда, если ехать, там точно все, там жаба. И эти все еще режут деревья. Я сейчас уже с третьим рейсом приехал, мне надо еще какое-то разгрузить сначала. Вот так вот в одной палетке езжет туда-сюда. я там сейчас на рампе два разгрузил одну палетку, говорит, нет, а вторая не для нас, вторая сюда надо. Деревья срезают. А, ну я уже говорил, да? Деревья срезают. А, ну я уже говорил, да? Туда мы ее просто оставляем на трейлере, ставим его до рампы там, где они грузят, и пусть они не делают ни что хотят. Вот так вот. Что он идет сюда? Что-то ко мне, что ли? Вот я переехал. Что-то ругается. Что-то ругается. Тихо. заставили его эту жилетку одеть, поэтому он ругается. Недовольный. Деревья, правильно? Веседая пахнет. Деревья, это через людей, которые отрезали.